За прошедшие выходные сотрудники патрульно-постовых служб больше 70 раз выехали по различным адресам. Они первыми реагируют на вызов, помогают в сложных ситуациях и круглосуточно патрулируют улицы. Во время несильного дежурства полицейские готовы к любым обстоятельствам. При необходимости доведут до дома и дадут отпор агрессивным гражданам. В один из рейдов вышла и наша съемочная группа. О том, что происходит в спящем городе, расскажет Владислав Сельминов. В сторону ладонью вверх, слева ноги шагом марш. Сотрудники патрульно-постовой службы отрабатывают боевые приемы друг на друге. Такая репетиция проходит перед каждым дежурством. До сведения сотрудников доводят и общую криминальную обстановку в городе. В ночь они уходят подготовленные к любым нештатным ситуациям. Граждане у нас бывают разные. Чаще всего они имеют случаи с гражданами, находящимися в состоянии алкогольного пенения. Не каждый гражданин согласен с составляемым протоколом, начинают выяснять отношения с сотрудниками. Сотрудникам иногда приходится применять спецсредства и, как я уже говорила, боевые приемы. Как только ночь вступает в свои права, телефон дежурной части не умолкает. Беспокойные новорингуйцы в основном просят о помощи. На этот раз наряд полиции спешит в северную часть города. У молодой женщины украли телефон. Гражданке повезло. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Телефон вовсе не был украден. Рентон зазвучал из кухни, где проходил вечерний банкет. Аппарат лежал на холодильнике, ожидая входящего вызова. Телефон нашли мы. Мы можем ехать, наверное, дежурить дальше. До свидания. Спасибо большое. Ночные посиделки не всегда заканчиваются тихо. Часто звонят встревоженные горожане, которым мешает отдыхать, нескромно проводящие свой вечерний досуг соседи. Полицейский патруль не только может утихомирить шумных горожан, но и провести до квартиры слегка заблудившихся граждан. А в этой квартире, по словам соседей, в конце каждой недели что-то празднует. Возмущенный шумом, мужчина вызывает полицейский наряд. Месяц два с восьми вечера до двух часов ночи, до трех часов ночи сосед мешает. Каждую пятницу. Можно спросить соседа. Каждую пятницу у него праздники. Курят каждую пятницу. Теперь хозяин квартиры, гости которого разошлись перед приездом сотрудников полиции, будет общаться с участковым. К слову, мужчина вину свою признал и обещал больше не шуметь. Сигнал о драке поступил из увеселительного заведения. Явно нетрезвые молодые посетители учинили разборки во дворе кафе. Один из нарушителей общественного спокойствия попытался продолжить драку. Молодого человека отправили в психоневрологический диспансер на освидетельствование. Он сопротивлялся до последнего. Медицинский работник проводит анализ. Алкотестер зашкаливает. Молодому человеку эту ночь придется провести в компании с полицейскими. Сотрудникам патрульно-постовой службы приходится работать с разным контингентом. Это может быть и благовидный мужчина, который, перебрав лишнего, не может найти свой адрес, или агрессивно настроенные молодые люди. Эти выходные не стали исключением. За прошедшие выходные в дежурную часть полиции города Новый Ренгой обратилось более 70 граждан. Из них 5 человек заявили о совершении преступлений. Утром заступает новая смена. Сотрудники ППС продолжают боевое дежурство. Они первыми приезжают по вызову, оказывая необходимую помощь. Владислав Сельнинов, Юрий Зенов. Служба новостей. Импульс.